МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сервис «Мобильный избиратель». Удобный сервис для выбора того участка, где избиратель будет находиться в день голосования. Жители Нижнекамска могут проголосовать на выборах из любой точки России. Насущные проблемы школ, детских садов, вопросы помощи участникам СВО. Покрасили, мы смогли стены, потолки, где-то сдвинули доски. Рамель Мулин посетила фанасовское сельское поселение. Демократия, благотворительность и всесторонняя поддержка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш рассказ об уникальной многодетной семье с активной жизненной позицией. 140 борцов из 10 регионов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто завоевал путевки на предолимпийский чемпионат России? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом и не только прямо сейчас. В прямом эфире Нижнекамские новости в студии Вера Вирц. Здравствуйте. Отдать голос из любой точки. В Нижнекамске вновь заработал сервис «Мобильный избиратель». С его помощью граждане могут проголосовать по месту пребывания. Для этого достаточно заполнить заявление, где именно расскажет Анжелика Степанова. Жители Нижнекамска могут отдать свой голос на выборах из любой точки России. Второй год в городе работает сервис «Мобильный избиратель». Чтобы проголосовать по месту пребывания, достаточно заполнить заявление. Например, на портале госуслуги или же в МФЦ. 7 марта рабочий день сокращен на час. 11 марта прием осуществляется в обычном режиме. До 11 марта заявление о голосовании по месту нахождения можно подать в любой из офисов МФЦ Татарстана. Если ваши планы изменились, отозвать ранее поданное заявление. Можно также до 11 марта. И проголосовать по месту прописки. Сервис «Мобильный избиратель» предназначен для людей, которые во время выборов могут уехать в отпуск или находиться в служебной командировке. Как уехать из нашего города, так и наоборот приехать в наш город. Поэтому удобный сервис для выбора того участка, где избиратель будет находиться в день голосования. Сегодня заявление начали принимать и на участках. Как и везде, продлится это до 11 марта. В будни избирателей ждут с 16 часов до 8 вечера. Выходные и праздничные с 10 утра до 2 часов дня. Для этого у нас есть специальная программа. Мы можем подсказать людям, где находится избирательный участок в том месте, где они планируют в день выборов быть. И заполняют заявление и уже могут проголосовать по месту своего нахождения. Анжелика Степанова, Александр Лихачев, Новости НТР. Из детского сада номер 13 «С любовью». С таким посланием сотрудники дошкольного учреждения собрали гуманитарную помощь для бойцов, находящихся сейчас в зоне СВО. Это заготовки для окопных свечей, парафин, железные банки. Также они укомплектовали более 20 наборов мужского белья и 100 пар носков. В свободное время женщины изготавливают наборы сухого душа. В акциях по сбору необходимого работники 13-го детского сада участвуют постоянно. В этот раз все собранное они передали своему председателю СТОС. Также женщины-сотрудницы по собственной инициативе приносят комплекты мужского белья, предметы одежды, медикаменты и средства гигиены. Действительно это очень удобно не только для меня, и для жителей микрорайона, и для наших детских садов в шаговой доступности иметь такой кабинет для сбора такой гуманитарной помощи, где мы накапливаем это все, собираем и дальше везем на химиков 72Б. Как преобразились одни социальные учреждения и какой ремонт требуется в других? Рамиль Мулин и главы сельских поселений Нижнекамского района посетили Афанасовское сельское поселение, обсудили насущные проблемы школ, детских садов, а также вопросы помощи участникам СВО. Большая Афанасовская школа. Сегодня здесь обучаются свыше 330 детей разных национальностей. Для них проводится множество мероприятий, направленных на сплочение народов. Действует программа Lingva Start. Ученикам преподают и их родные языки. Для азиатских, именно тюркских народов, это вообще очень востребованные вещи. У них там, если кто побывал, у них очень трепетное отношение к писателям, поэтам. Для них язык это вот нечто такое великое, так скажем, да, которое их обвиняет. Сегодня спортзал и некоторые кабинеты школы нуждаются в ремонте. Где-то холодно, где-то протекает кровля. Покрасили вот смогли стены, потолки, где-то сдвинули доски сами своими силами. Но действительно проблема в кровле в том, что тонким словом насыпан карантин. Ремонт в школе был в 2013 году. А вот в детском саду ситуация иная. Здесь провели капремонт. Действует программа развития и обучения малышей. Глава города и района лично посмотрел, как преобразился детсад, чтобы подобный опыт внедрить в других дошкольных учреждениях. Время капитального ремонта комнаты было принято за ними оборудование. Сейчас, на сегодняшний момент, в соответствии с инвентарными технологическими требованиями, плиты, вытяжки, подача горячей воды, конвекционные печи. А конвекционные что готовите? Разные готовят сель. В ходе посещения села Мулин также осмотрел работу местных библиотеки и Дома культуры. Поблагодарил сельчан за активную помощь бойцам СВО. Завершился визит с совещанием, где главы поселения обсудили решение проблем и развитие жизни на селе. Светлана Шумкова, Максим Липин, Новости НТР. 35 нарушителей было выявлено сотрудниками ГИБДД во время утренней операции «Тоннель». Экипажи дежурили на проспекте Химиков около аварийно-опасных участков. 10 водителей не были пристегнуты ремнями безопасности. 6 автовладельцев нарушили правила тонировки. 2 водителя не пропустили пешеходов. Трое перевозили детей без автокресел. Запах не из приятных. По словам жителей Вахитова-21, в подвале их дома произошло разрушение на трубе отвода канализационных стоков. Соответственно, все нечистоты смывают прямо в подвал. Управляющая компания, по словам жителей, только сейчас обратила внимание на проблему. Лежанка, стол с остатками еды. По словам Ивана Клипова, жителей дома Вахитова-21, у них в подвале поселился бездомный. Правда, на месте в момент съемки его не оказалось. Он здесь спит, кушает, а в метре от него фекалии текут. Целый пруд из нечистот в подвале. Проблема, из которой вытекает масса неудобств для жителей дома. Прежде всего, это, конечно, неприятный запах, который буквально окутал весь дом вплоть до верхних этажей. В течение двух месяцев сюда зайти невозможно. Понимаете? Это сейчас еще чуть-чуть проветрилось. А доходило прямо до нашего... Вот я живу на четвертом этаже. У нас еще общий коридор. И он отсекается дверью. А было так, что свою в квартиру дверь открываешь, и тебе это вообще неприятно. Ну а за что мы тогда платим-то? У меня восьмой этаж. Тут постоянно запах ужасный. Нам неприятно. Мы за это все платим, все это делаем. Да, как бы, ну, надо что-то решать. Душит. Человек, я на втором этаже жил, если с пакетом в магазине иду, там, все, у меня уже... У меня давление поднималось. Или понижать, у меня надо лежать, таблетки принимать надо было. Проблеме, по словам жителей дома Вахитова, 21, два месяца. Порыв на канализационной трубе возник в начале января. Сбор стоков в подвале происходил одновременно с протечкой горячей воды. Решать проблему домоправления начало только сейчас. Нам канализационную трубу отыскать в выход в силу, чтобы ее поменять. Там сантехники менять будут. Жители, конечно, рады, что решение проблемы сдвинулось с места, но волнует людей и то, как долго реагирует на обращение людей, обслуживающих их дом компания. Жена два раза туда ходила. Не просто звонила, а ходила. Один раз ходила, сказала, объяснила, что там только нужно поменять. Пластиковую трубу, где сливаются нечистоты. И здесь кран поменять. Тоже начались вот такие, знаете, отписки. Мы все сделаем, у нас не хватает людей, у нас этого не хватает, этого не хватает. Извините, пожалуйста, мы все платим деньги за ремонт, за текущий, за такие, все. В дом управления ссылаются на то, что дом только недавно перешел к ним в обслуживание. А все это время шли подготовительные к ремонту работы. К ним, кстати, уже приступили. Также, по словам представителей коммунальной службы, бездомного уже выгнали. А его пожитки пока не успели убрать. На вопрос, почему доступ в подвал свободный, ответили, что сейчас там идут ремонтные работы, потому двери открыты. Алмазская шеф, Александр Лихачев, Новости НТР. Поют, рисуют, играют на музыкальных инструментах. Так проводят время вместе многодетная семья Рахматулиных. Сейчас у них трое детей и все три девочки. Самый младший 11 месяцев. Семья занимает активную жизненную позицию и никогда не отказывает в помощи другим. Не так давно Рахматулины вместе с единомышленниками организовали сбор средств для Нижнекамского санаторного детского сада. На собранные деньги были закуплены окна, двери и оборудование. Рассказ об уникальной семье продолжит Александр Халин. Еще чуть-чуть и можно с сольным концертом выходить на большую сцену. Диана Рахматулина игре на фортепьяно уделяет практически все свободное время. А вот ее сестра Зарина выбрала путь спортсменки. Она занимается плаванием. В свободное время девочка любит рисовать и делает браслетики. А 11 месяцев назад в семье Рахматулиных родилась третья девочка. Ее назвали Авророй. Когда родилась третья дочка, мы вообще не представляли даже, как мы раньше без нее жили. Три дочки, да, вот у нас три дочки. И мы самые счастливые, такое главное богатство нашей жизни – это наши детки. В семье царит взаимопонимание и любовь. Конечно, в такой дружной семье не обошлось без традиций. Мы по субботам готовим блинчики. Да, и вот, кстати, еще когда мы выходим на улицу, мы в окно всем махаем. Маш, друг к другу. То есть, когда кто-то выходит из дома, из окошка, если мы видим, подходим к окну, и получается сердечки, да, целуйчики. Вот это тоже душа, со всей душой любовь. То есть, показываем различные вот такие жесты. Семья занимает активную жизненную позицию. В доме царит демократия и всесторонняя поддержка творческих и других начинаний детей. А еще Рахматулины занимаются благотворительностью. Вместе с единомышленниками помогают различным социальным учреждениям по всей республике. В Нижнекамске – это детский реабилитационный центр есть у нас. Вот, там требовалось замена окон, дверей, все там с советских времен еще было. Вот, привлекали общественность к этому всему. И совместными усилиями как бы собрали за три месяца пять миллионов рублей. Все сделали красиво. Не только в Нижнекамске, в Елабуге, в Казани тоже проекты у нас были. Семья Рахматулиных кует счастье своими руками. Они проводят много времени вместе, обмениваются опытом и вдохновляют друг друга на новые творческие идеи. Александр Халин, Александр Лихачев, Новости НТР. В преддверии весеннего женского праздника поздравили жен мобилизованных и их мам, а также родных участников военных конфликтов Афганистана и Чечни. Началось все с фуршета, после прошел концерт. Приглашено было 300 человек, каждая получила в подарок цветы и положительные эмоции. Жены участников СВО посмотрели спектакль «Осторожно, женщины». А в эти минуты праздничное мероприятие проходит еще для 500 женщин и мам наших защитников, которые участвуют в зоне СВО. Не забывают подарить весеннее настроение и родным, которые проживают в селах. В этот прекрасный день, конечно, хочется, чтобы все вы оставались милыми женщинами, чтобы вас радовали свои близкие дети, внуки, родные, город. И хочется пожелать самое главное – счастья, человеческого счастья, благополучия, радости. Для нас организовали фуршет, концерт. Сейчас начнется спектакль. Хотим выразить благодарность за то, что нас не забывают. Нам очень-очень приятно, потому что для нас это очень важно. Более 140 участников из 10 регионов в Нижнекамске прошел чемпионат Приволжского федерального округа по вольной борьбе. Схватки проходили в спортивном зале «Факел». В этот день спортсмены сражались не только за награды. На кону были путевки на предолимпийский чемпионат России. Ради достижения этой цели кое-кто вернулся на ковер спустя аж 10 лет. Все подробности у Александра Халина. Эмоционально, зрелищно, а в какие-то моменты еще и красиво. Представить, что в этот день схватки лучших борцов по Волжье будут проходить как-то по-другому, было невозможно. На кону не только медали и призовые. Спортсмены оспаривают право отправиться на предолимпийский чемпионат России. Конкуренция высочайшая. 140 участников, а путевок всего 10. Представители Татарстана, конечно, в числе фаворитов. Чемпионаты России пройдут в городе Москве среди женщин и мужчин. Это конец апреля, начало мая. Будем готовиться. После ПФО проведем обязательно сборы. Пару сборов, где более интенсивная и усиленная будет подготовка к чемпионату России. И во всеоружии подойдем к самому главному событию этого года. Татарстан заявил на чемпионат 42 спортсмена. Из нижнекамских борцов можно выделить воспитанника спортивного клуба «Нефтехимик» Илью Косачева, который вернулся на ковер спустя 10 лет. Борьба – это такой благородный вид спорта. С ним так просто не расстанешься. И спустя 10 лет меня снова потянуло. Я выступил на республике, стал первым. Тем самым подрался на привоз в фиральный округ, где занял третье место. Считаю, для такого перерыва очень хороший результат. За Илью, конечно, можно только порадоваться, но есть поводы и для беспокойства, говорит мастер спорта международного класса по вольной борьбе Евгений Лапшов. Нету прям коренных нижнекамских ребят, которые будут выступать на чемпионате России. Хотелось бы вот эту планку поднять, и чтобы наш город представляли, чтобы Татарстан представляли уже на хорошем уровне, на чемпионатах России, достойно боролись, и были в тройке, и в победителях. Выступление сборной республики можно считать успешным. Татарстанские борцы смогли завоевать три путевки из десяти. Все победители – представители Казани. Александр Халин, Новости НДР. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды и информация рекламного характера. Я же с вами прощаюсь. Берегите себя и обязательно будьте здоровы. Вы на 8 марта решили сапоголы, да? Да, на 8 марта. Не только себя, а гостей. Гости от таких делькатесов точно будут в восторге. Камчатская рыба славится своим уникальным вкусом и бархатистой нежной текстурой. Фаворитами из представленного ассортимента остается царская чавыча и масляная белорыбеца. Гурманы также могут побаловать себя белугой, палтусом, неркой, омулем и муксуном. Прилавки забиты богатством тихоокеанских глубин. Вкусно? Что еще скажешь? Вкусная рыба. Чем нерка нравится? Нет, не пробовал ее, поэтому и взял, наверное. А какую рыбу из представленного ассортимента уже ели? Ну, кита, палтус, масляная рыба, еще что-то брал. А, чавычев тоже брал. Ну, и все, пожалуй. Ну, что можете сказать о продукции? Ну, хорошая. Бутерброд с икрой чавычи не только придаст сил, но еще поднимет настроение. Эта икра имеет эталонный вкус. Ее крупные икринки лопаются на языке и тают во рту, даря истинное наслаждение вкусом. Икра чавычи уже давно покорила сердца любителей морепродуктов. Ну, омега-3, во-первых, там все-таки это, да, богато витаминами. Но я знаю, что она полезная, натуральная продукция. Представлена здесь также консервная продукция. Делают ее из свежего лова прямо в море на плавбазе. Поэтому в них сохраняются все полезные свойства. Торговля развернулась у торгового центра «Панорама». Приобрести дары Камчатки вы сможете до 10 марта включительно. Со шнурками или на замке разных цветов и оттенков. Утепленная демисезонная обувь – самое то в период таяния снега. В таких ботинках ваши ноги всегда будут в комфорте. Выбор моделей, как всегда, широк. Есть туфли как с зауженным носом, так и с более широким. На случай, если ваша стопа достаточно объемна. Подошва отличается особой прочностью и практичностью. Имеет анатомическую форму, что оказывает благотворное влияние на опорный двигательный аппарат. Имеет широкий след и крупный протектор, что обеспечивает хорошую устойчивость. Отличный выбор новых весенних моделей есть и для представительниц прекрасного пола. Среди широкого ассортимента удобной обуви для проблемных ног можно встретить и уникальные в своем роде экземпляры. Одной из таких является данная модель. Модель имеет увеличенную полноту при своем аккуратном внешнем форм-факторе. И подходит на широкую стопу. А также для тех, кто имеет трудности с подбором обуви на деформированную стопу и выпирающими косточками. С 1 по 17 марта ярмарка «Белорусская обувь» будет находиться на улице Менделеева 31А в торговом центре «Барс-1» Цокольный этаж. Покупатели ждут с 9 утра и до 6 часов вечера. Александр Халин, Максим Липин, Новости НТР. В четверг 7 марта в Нижнекамске синоптики прогнозируют облачную погоду. Небольшой снег. Температура воздуха днем составит минус 4 градуса. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В пятницу погода останется без существенных изменений. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.